Каждый четверг аллея возле Старого Фонтана на проспекте Мира становится настоящим раем для книголюбов. В 16 часов здесь открывает свои двери летний читальный зал библиотеки имени Маяковского, посетить который может любой желающий. Игры, конкурсы, мастер-классы. Летний читальный зал посещают не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. Каждый из них находит себе занятие по душе, и темы все время разные. И о наших друзьях, о братьях наших меньших, о собаках, об искусстве, об интересных книгах, о юбилеях в мире литературы. Самая разнообразная и интересная тема. Такие встречи, по мнениям библиотекарей, помогают приятно провести время на свежем воздухе. Также читатели узнают для себя что-то новое. В центре каждой встречи летнего читального зала книга. Вокруг нее происходит все действо. Именно она иллюстрирует самые яркие моменты. Мы стараемся, чтобы эти встречи подталкивали ребят и взрослых к совместному чтению, к изучению интересной литературы, чтобы они узнавали что-то новое, интересное, какие-то факты. Темой первого летнего читального зала стали хобби и увлечение. Ребята и их родители поиграли в настольные и подвижные игры, ответили на вопросы викторины и сделали бумажного дракончика. Нина Чибристова с удовольствием посещает летний читальный зал уже второй год. Каждая встреча оставляет у нее приятные воспоминания. В этот раз девочке понравилась игра колокольчики. Мы должны были надевать на ноги колокольчики и тихо подбираться к тому, кто там держит шишку. Закрытыми глазами он был. В следующий четверг посетителям летнего читального зала расскажут о редких книгах, которые хранятся в фонде библиотеки имени Маяковского. Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сорок, 24.